Hello, my dear people! Сегодня я вам расскажу о нескольких очень прикольных ресурсах, где вы можете послушать книги, которые читают актёры, актрисы, певицы, певцы и всё на свете. Меня зовут Анастасия, это канал Puzzle English Life. Поехали! Итак, дорогие друзья, наверное, один из самых частых вопросов, которые задают лично мне, это какие книжки читать на английском языке, с чего начинать, как не потерять интерес, потому что очень часто покупаешь какую-то литературу, открываешь книгу и понимаешь, что ты ничего не понимаешь, а очень много букв, и разобраться в этом абсолютно невозможно. Так вот, дорогие друзья, особенно если вы начинаете только учить английский, начните читать детские книжки. Во-первых, они очень тоненькие, очень быстро можно прочитать, они несложные, и там огромное количество полезной лексики. Это звучит, да, странно, читать детские книжки, да, когда мне там уже не пять лет. Но, ребят, это правда полезно. Приведу свой собственный пример. Я изучаю французский язык сейчас, и у меня уровень там невысокий, скажем так. И мне моя учительница тоже посоветовала читать детские книжки, и серьёзно, там очень много простых таких слов ежедневных, да, взять, положить, открыть глаза, не знаю, там, приготовить ещё что-то, которые нам как раз-таки помогают построить вот эту вот базовую лексику, чтобы начать уже говорить. Поэтому сегодня я вам расскажу о ресурсах, именно где вы можете послушать знаменитостей, которые вам читают детские книжки. Вообще, эта волна началась как раз-таки в ходе коронавируса, да, чтобы поддержать, ну, семьи, да, детишек во всём мире и так далее. И вот первый сайт, называется он Save with Stories. Вообще, у них основной аккаунт находится в Инстаграме, но если вы просто забьёте в Google или в Яндекс, неважно, да, Save with Stories, вы можете найти эти видео и на Ютубе, да, ну, и посмотреть на удобной вам платформе. Там читают, ну, все. Да, вот, например, там есть видео с Хью Грантом, да, наверняка знаете этого актёра. Все ссылочки будут у нас под видео. Вот можете прям начать слушать с его книжки, потому что она, ну, такая достаточно лёгкая, и, да, его такое понятное произношение он читает не очень быстро, да, и вот как раз вам будет подспорить, с чего начать, соответственно, читать. Ещё один классный ресурс, называется он Story Online. Это уже прям отдельный сайт. Там вообще огромное количество видео, да, вот, с прочитанными книгами, с разными-разными звёздами. Вот я вам предлагаю сейчас рассмотреть отрывочек из видео, где читает Дэвид Хаббер. Если вы смотрели Очень странные дела, сериал Очень странные дела, вот он там играет как раз-таки полицейского. Давайте посмотрим. Итак, вот у нас первая фраза. Snapsy, крокодил или аллигатор, да, не чувствовал себя самим собой. Вот здесь я хочу обратить внимание на использование глагола feel. Да, мы в русском языке говорим, я чувствую себя хорошо, да, мы обязательно употребляем себя. В английском языке мы просто говорим I feel good, да, не I feel myself good, это неправильно. I feel good. Да, и вот если вы хотите сказать именно, что я не чувствую себя самим собой, да, вот как обычно, вы можете употреблять feel like yourself, feel like myself. Да, вот как как раз-таки бедный крокодильчик. Смотрим следующий отрывок. Да, его ноги как бы затекли на drag, это вообще что-то тянуть, вытягивать, да, например, drag some information, тянуть какую-то информацию или drag, ну, просто в физическом плане что-то, да, то есть они у него затекли, не шли, да, бедный крокодил, his skin felt baggy, да, его кожа как будто повисла, да, чувствовалась, ну, как будто она мешковатая, да, прям вот мешковатая, bag, baggy. И вот здесь хочу обратить внимание, да, на образование вот как раз-таки таких прилагательных, да, мы взяли drag, добавили к нему суффикс y, и у нас получилось прилагательное draggy. Мы взяли baggy, сумка, добавили к нему опять же тот же самый суффикс baggy, и у нас получилось мешковатая. То же самое у нас происходит, например, с такими словами, особенно которые связаны с кухней, да, к примеру, salt, соль, солёный, salty, pepper, перец, перчёный, peppery, или всем вам известное слово sun, да, солнце, sunny, да, то есть мы можем использовать суффикс y для образования прилагательных. Едем дальше. Итак, вот здесь, в этом отрывке у нас много полезных глаголов, которые мы можем использовать для движения, и особенно если вы тоже хотите описать какую-нибудь историю, да, например, walk alone, да, идти вдоль чего-то, alone, вдоль, the edge, да, по краю он шёл, да, вдоль края пруда, the pond, пруд. He scooted up the tall hill, tall hill, да, он поднялся на скутере, да, вот на этом самокатике, на высокий-высокий холм, на scoot up, то есть мы взяли scooter, убрали er, да, нам это не нужно, и у нас получилось scoot up, да, подниматься на самокате. И тоже есть здесь такой интересный глагол, shimmy, да, вот он говорит he shimmyed through the forest. Вообще, shimmy, это либо танцевать, вот так вот, как бы под джаз, да, когда вот люди там как-то, они трясутся, да, вот под джаз танцуют, это shimmyed. И ещё, когда вы, ну, не дай бог, да, чем-то болеете, или вам когда очень-очень холодно, и вы вот прямо очень сильно, ненормально прям трясётесь, вот это вот можно назвать shimmyed. А shimmyed through the forest, да, то есть он как бы продирался, да, вот он прям продирался сквозь этот лес, да, в поисках еды, бедняжка. Итак, следующий отрывок. Вот здесь у нас очень много полезной лексики, связанной с, соответственно, супермаркетами, да, как называть еду, прям можете себе выписать вот эти все названия еды, которую бедный аллигатор покупает. И хочу обратить ваше внимание на выражение load his cart with, да, он прямо загружает, да, буквально, загружает свою тележку, да, едой какой-то, вот, load, загружать. Cart – это как раз вот тележка, которую мы берём в супермаркете, да. То есть, с которой мы ходим. Далее. Кривобокая, перекошенная лачуга. Да, вот, и потом крокодильчик не соглашается, да, что это его дом вообще-то, он сам-то построил. Зачем так называть его место жительства? Согласна, что слова здесь не очень лёгкие, но вам помогает понять картинка, то есть, вы вот слушаете, да, как Дэвид читает, и лобсайд шаг можно догадаться, да, смотря, собственно говоря, на картинку из книжки. У вас появляется такой визуальный контекст. Да, ну и шаг тоже можно взять на вооружение, да, если вы кого-то хотите обидеть. И из этого тарифка мы с вами возьмём на вооружение полезный глагол cheese off. Вообще, это сленговое выражение, оно используется больше, в большей степени в британском английском, и обозначает как раздражённый, раздражать кого-то, бесить, cheese off. И вы можете его тоже использовать в качестве прилагательного. Be cheised off. Да, быть взбешённым. Да, когда вас выбесили. Кто-то. Бывают же разные ситуации. И последний ресурс на сегодня, дорогие друзья. Специально для тех, кто любит Гарри Поттера. Итак, мы идём с вами на официальный сайт, который называется Wizarding World. Вот, и по сути, этот сайт посвящён, ну, всему, что связано с Гарри Поттером. И все ссылочки будут оставлены, так что вы не переживайте. И там сам Гарри Поттер, сам Дэниел Рэдклифф читает нам первую главу из книжки, из самой первой книжки Гарри Поттера. Вот, на самом деле, там можно послушать и последующие главы, просто там нужно зарегистрироваться, и, по-моему, это не бесплатно. Вот, но первую главу вы можете спокойно послушать в исполнении самого Гарри Поттера. Вы представляете, Гарри Поттер читает о Гарри Поттере. Вот такие ресурсы у нас на сегодня. Ребят, надеюсь, они будут вам полезны. Обязательно пользуйтесь. Желаю вам успехов, как обычно. Хорошего настроения, отличного лета. Субтитры создавал DimaTorzok